Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале коротко о том, что расскажу вам сегодня я и мои коллеги. Меру знает каждый мастер, но, увы, не каждый застройщик. В Махачкале выявлена очередная самовольная постройка. Подробности в начале выпуска. Пока одни сажают, другие вырывают. С городских клумб неизвестные украли саженцы гортензий. Предупредить, напугать или забавы ради. С какой целью распространяются фейковые новости и какие последствия они за собой влекут, узнавали наши корреспонденты. Страшная авария унесла в жизни двоих человек в Дагестане. Как сообщает МВД Республики, этой ночью на федеральной трассе в Тарумовском районе столкнулись водители бензовоза и большегруза. Машины загорелись и оба водителя, оказавшись зажатыми, не смогли выбраться наружу. От полученных тяжких травм они скончались на месте происшествия. Один из погибших – 38-летний житель Кизлярского района. Личность второго пока не установлена. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ночной трагедии. В Махачкале выявлена очередная самовольная постройка, сообщает пресс-служба Республиканской прокуратуры. Трехэтажный дом без разрешительной документации возведен на улице Самурская в Кировском районе города. Надзорный орган направил в суд иск о сносе многоэтажки. В настоящее время все строительные работы здесь приостановлены. Фатинии, ели, гортензии, барбарисы и туи. Около ста кустов этих цветов высадили коммунальщики на улице Абубакарова в Махачкале. Сотрудники МБУ благоустройства разбили на кольце клумбу, посадив здесь вечно зеленые лавровишни, магони и бересклеты. Отдельно специалисты благоустроили дорожки из роз. Работы по озеленению были проведены и на других локациях по Абубакарова. На одной из них неизвестные вырвали с корнями несколько кустов гортензии, в связи с чем представители коммунальной службы обратились к жителям и гостям столицы. Токсическое загрязнение воды в Махачкалинском озере Агель не подтвердилось. Об этом сообщает Северокавказское территориальное управление Росрыболовства. К такому выводу пришли специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Они обследовали озеро, взяли пробы и провели необходимые лабораторные анализы. Оказалось, что обстановка в водоеме в целом благоприятна для морских обитателей. Отметим, что исследования были проведены после распространения в социальных сетях информации о гибели рыбы в озере и образовании пены на глади. Подозрения местных жителей о загрязнении не подтвердились и наличие единичных мертвых тушек не является к тому сигналом. Дагестанские ученые опровергли информацию о красном уровне сейсмической опасности в республике. Авторы рассылки утверждали, что в ближайшие дни в городах и районах ожидаются подземные толчки до 7 баллов. Кто и зачем распространяет ложные сообщения в мессенджерах? Как отличить реальную новость от фейковой и что грозит за такие взбросы? Моя коллега Тамара Самедова встретилась с экспертами из разных сфер и попыталась получить ответы на все вопросы. Ей слово. Срочно разошлите всем, предупредите своих близких. Сообщения с подобным текстом наверняка получает каждый из вас. Как показывает практика, большинство таких призывов оказываются выдуманными. Вот и на днях такая новость разлетелась по социальным сетям. Жители республики массово начали пересылать друг другу в мессенджерах сообщения о грядущем землетрясении. Чаты возросли фейками. Были и те, кто, поверив в рассылки, начали переезжать из многоквартирных домов, частные, к родственникам. Эксперты новость опровергли. Если погоду еще предугадать можно, то с землетрясением дела обстоят не так просто. Распространяемые последние дни в социальных мессенджерах информация якобы о грядущем землетрясении, это абсолютная ложь. Никто в мире на сегодняшний день не может с точностью до дня определить, когда и где будут землетрясения. Тем более силу землетрясения они могут, тем более это значит точное время. И таких фейковых сбросов с начала года зафиксировано уже четыре. А в прошлом году эта цифра достигала сорока. Эксперты говорят, что авторов рассылки найти практически невозможно. Но различить фейк от правды несложно. Нередко распространяется что-то нелогичное. Одни и те же фейки крутятся годами, всплывают старые. Как же распознать, когда перед вами фейк или правдивая информация? Ну, самое первое, это важно понять, кто предоставляет нам информацию. Понятна ли личность, верифицирован ли источник информации. Если нет, то информацию надо перепроверять. Условно, если это информация в сфере образования, то можно обратиться, если говорить о соцсетях, то в официальные ресурсы паблики Министерства образования или Управления образования города или района. Кто и зачем манипулирует дагестанцами? По словам экспертов, ложная информация создается и вбрасывается в народ с целью взбудоражить. А у пабликов в соцсетях свои задачи – набрать популярность и посещаемость. Больше пересылок, больше просмотров. Это уже стало, может быть, каким-то частым явлением для нашей республики. Запускаются фейки, в том числе и за рубежа. Частым сопровождением фейков является призыв срочно поделиться и распространять информацию. Ровно поэтому обычно большое распространение фейки получают. Не стоит торопиться распространять новости в соцсетях и мессенджерах. Лучше тщательно проанализировать информацию, особенно если она вызвала негативные эмоции, и только после этого сделать вывод. Следует знать, что за распространение заведомо ложных новостей предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Здесь все зависит от тяжести деяния, от последствий, которые повлекло за собой распространение данной информации. Но человеку, прежде чем совершать данное деяние, учитывая то, что он осознает, что он делает, нужно понимать, что в зависимости от последствий он может быть привлечен к уголовной ответственности с наказанием вплоть до лишения свободы на существенные сроки. Внести свою лепту в борьбу с сложными новостями может и каждый из нас. Достаточно не распространять сообщение, которое пересылали вам. А лучше попросить пользователя, отправившего вам новость сложными сведениями, перестать присылать эту информацию, так как сообщения распространяют в основном обычные люди, которые надеются, что делают доброе дело. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Шамиль Хирея Сулаев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. О профилактике экстремизма, предстоящих выборах и специальной военной операции на Украине. В Мафтиате Дагестана состоялась встреча духовного лидера республики с делегацией из Чародинского района. В ней приняли участие не только религиозные деятели, но и представители власти, общественники и спортсмены. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Очень важно, что мы вместе, как одна команда, даже не команда, как братья, мы работаем, переживаем за другого. Делегацию Чародинского района на встрече с Муфтием Дагестана представляли руководители и сотрудники разных направлений, госслужащие, спортсмены, общественники, ученые и аксакалы. Они отмечали положительные плоды совместной работы и конкретно позиции духовного лидера региона по разным вопросам. Хочу поблагодарить духовенство в нашем районе и, в первую очередь, конечно, духовное управление мусульман республики во главе нашего махажей за ту работу, которую сегодня проводит духовенство в республике Дагестан. И то, что сегодня у нас нет вот этой заразы экстремистского характера, это, конечно, и большая роль этого духовного управления. Это правильная позиция, принципиальная позиция духовенства. В итоге мы с вами сегодня живем в спокойной, мирной республике. Мы знаем, какое количество представителей духовенства мы потеряли в борьбе с ваххабизмом. Расстреливали наших имамов в мечети, прямо в мечетях убивали. Но, несмотря на это, духовенство продолжило свою работу, и эта работа направлена на созидание. Наша задача с вами – поддержать наше духовное управление, наше муфтие, и, иншаллах, все в Дагестане будет хорошо. Лично от себя и от нашего коллектива МВД, почему? Потому что я утром созвонился с заместителем министра, заложил ему, что я иду навстречу, и попросил поблагодарить нашего муфтия Ахмад Хаджи за ту поддержку и за ту помощь, которую оказывают в воспитании и профилактике среди несовершеннолетних, и, соответственно, в которой проводятся работы за последние 30 лет. Очень благодарны за то, что у нас все миротворно, все это заканчивается. Помощь в решении сложных задач оказывают имамы на местах, отмечает глава района. Там, где возможен конфликт у религиозных деятелей, получается решить вопрос мирным путем. В нашем районе эти люди делают огромную работу. И иногда, если нас снимают на нагрузку, конечно, бывают проблемы, которые накапливаются годами. Это и земельные вопросы, и другие вопросы, где иногда мы в ступор попадаем, и где закон, да, и есть другой закон, где люди говорят, мы не хотим, мы хотим, чтобы к нам пришел имам, и рассудил, и расставил точки по местам. В этом случае они всегда приходят на помощь, находим выход из этой ситуации, помогаем друг другу, за это хочу сказать им еще раз слава и благодарность. В общем, что касается Чародинского района, я хочу сказать, хвалослушному и общественно-политической ситуации, и в общем, все хорошо, так можем сказать. Мы совместно, Министерство спорта, Министерство образования, и, конечно, все государственные органы совместно с Муфтиятом, мы такую работу проводим. Именно вот воспитательное, патриотическое воспитание, духовно-нравственного, патриотического против экстремизма, против терроризма. Огромную работу проводится, но в любом случае нам не то, что делается, это надо продолжать и более как бы усиленно. Муфтий Дагестана в своем выступлении затронул ряд злободневных вопросов. В первую очередь, шейх подчеркнул, что цель религиозных деятелей – служение Всевышнему и помощь людям, когда возникает в этом необходимость. Духовной лидер также отметил важность изучения родных языков и развития сельского хозяйства. Обращаясь к имамам, Муфтий также подчеркнул, чтобы они не занимались предвыборной агитацией. Вот то, что районная администрация и руководство, и не только районы других к вам хорошо относятся, злоупотреблять этим уважением не стоит. И вы ни в коем случае не вмешивайтесь в выборы. На избирательные участки ходим, за кого считаем, голос даем, а за кого-то какую-то кондитору не агитируем. Это пусть и в мечетях им выступать не даем. Мечеть – это религиозные обрады, а выбор – это чистая политика. В этом мы никого не обижаем. В ходе встречи говорили о дагестанцах, участников ИСВО, которые с честью и достоинством защищают родину. Встреча завершилась коллективной молитвой о благополучии развития Дагестана и страны в целом. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Баскетбол с элементами борьбы. В Махачкале подвели итоги турнира по рекболу среди выходцев из Тляратинского района. Турнир посвятили памяти героев СВО. Призовой фонд в размере 100 тысяч рублей разыгрывали 20 команд. Кто вышел победителем, узнаем в материале Курбана Рагимова. Жесткая силовая борьба, пробежка с мячом, разрешены толчки и даже захваты. Обычно рэкбол был частью разминки единоборцев, а сегодня по этой дисциплине все чаще проводят соревнования. Молодежь Тляратинского района первой в этом сезоне провела турнир. Очень много команд, как удивление, 20 команд собралось. И очень большая спортивная, активная молодежь Тляратинского района сегодня здесь находится. И тем более приятны трибуны, которые сегодня почти полный, пришли по балету. Он поэтому интересен, что элементы борьбы, элементы бросков, вот этот, наверное, быстрой передачи, паса и так далее. В нашем борцовском мире, в борцовском регионе он прижился. На кону кубок, медали и денежные призовые. Формат игры – два тайма по 10 минут. Несмотря на высокий уровень конкуренции, здесь все проходит в дружеской атмосфере. Турнир призван сплотить молодежь района. Нам очень отрадно, что наша молодежь, молодежь Тляратинского района занимается спортом. И во всех направлениях образования, спорт, какое бы направление ни было, мы, иншаллах, будем поддерживать нашу молодежь, как имам района, так же администрация района тоже. И все наши братья, которые нас поддерживают в этом богоугодном деле. По итогам предварительной стадии, лучше других себя проявили команды дзюдоистов и Дагестанского исламского университета. В этом противостоянии сильнее были первые. В команде чемпионов, помимо медалистов первенств Европы и мира, выступал так же глава Тляратинского района Магомед Абдулаев. Мы в первую очередь хотели показать молодежи пример, что объединение Тляратинского района. И у нас сегодня в Украине очень много погибших ребят, наши братья. Мы-то их не забываем никогда. И будем проводить такие же турниры. У нас около 21 человека там погибших. И поддерживаем семью их. И проводим турниры честных. Турниры по регбову организаторы будут проводить чаще. Ведь спорта полюбился нашей молодежи. И теперь новым стартом для всех станет чемпионат Дагестана. Его планируется провести летом. Перед этим отборочные этапы должны пройти и в других районах региона. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские спортсмены отличились на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам ММА «Ориентал». Турнир проходил в Каире. Махачкалинец Абрагим Магомедов преуспел среди участников в возрастной группе 10-11 лет весовой категории до 28 килограмм. В финале ученик Бадави Гасанова одолел хозяина ринга. А боец из Дербента Мансур Асваров выступал среди взрослых спортсменов и показал лучший результат в весе до 71 килограмм. В решающем поединке он также победил спортсмена из Египта. На этом у нас все. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...